Что касается 1965 года, там получилось, все эти процессы были равнодействующие многих векторов. Первый я сказал уже, противоречие внутри самой армии, но не только то, о чем я упоминал, разная степень подготовки, и было еще другое. В ходе антиколониальных мероприятий внутри страны были национализированы многочисленные голландские, а потом бельгийские, английские предприятия. А в условиях военного положения контроль над этим предприятием попал в руки военных, причем не просто военных, а сухопутных войск. Что это дало? Колоссальный толчок коррупции, это, по-моему, известно, и говорить об этом не надо, нет, не стоит. Тем более, что в условиях недофинансирования многих потребностей армии, конечно, даже у самых честных военачальников был соблазн часть денег пустить на то, чтобы просто подкормить своих солдат, пододеть, машины починить, еще чего-то, еще чего. В условиях всевластия военачальников на местах, командующих округами, пошли какие-то торговые сделки, бартовные торговые за границей. Вот это одна сторона, которая привела к разногласиям и противоречиям внутри вооруженных сил. Потому что весь навар, весь жир с этого снимали сухопутные войска. Плод авиации, где, кстати говоря, по необходимости образовательный уровень, политический уровень офицерского стола был гораздо выше. Не сравнить технику, с которой тогда сухопутчики имели, и плод авиации о чем-то лучше рассказал. Вот один источник противоречий, вернее, второй источник противоречий. Первый – неравномерность развития и подготовки военачальников, второй – неравномерность доступа к пирогу власти. В-третьих, вот этот доступ к пирогу власти, к пирогу экономики надо было сохранить любыми способами военно. Поэтому освобождение западного Ильяна – это была естественная потребность, естественная задача, национальная задача, и мы ее не будем обсуждать. А вот то, что потом было с Малайзией, и в значительной степени, с указом свою роль сыграл, но в значительной степени военные были очень активными инициаторами. Это еще при мне было, я здесь был. Они очень активно занимались этой кампанией. Она им нужна была для того, чтобы сохранить военное положение, сохранить напряженность и сохранить, опять же, доступ и к финансированию государственному, и к полу-легальному или нелегальному источнику антонсирования. Они сделали эту кампанию. Причем следились несколько сил. Сукарна, армия, левые. Антиимпериалисты же. Было предположение, что антиимпериалистическая кампания будет способствовать поливению, радикализации населения. Это было, что же говорить. То есть националисты поддерживали. Вообще в стране к тому времени уже не было людей, которые как-то не поддержали бы малайзийскую кампанию. К этому времени сукарна всех, так сказать, либералов убрала. Но эта кампания, она привела к обнищению народа, к разрухе в экономике. Наступали кризисные явления. И армия всерьез опасалась, что этими кризисными явлениями естественно воспользуются левые. То есть начнутся массовые выступления, а левые как более организованные силы их возглавят. Тем более, что в это время уже против армии было определенное недовольство за коррупцию, за расхищение, за все прочее. Поэтому военные, которые в значительной степени своей инициативностью в деле антималазийской кампании довели ситуацию до кризиса, а в всяком случае сделали свой вклад в нее, уже начали думать о том, что дальше. А дальше может наступить кризис, и может вовсе не факт, что конкурированная армия, сухопутная армия выйдет за него и за него победители. Поэтому я думаю, что совет генералов назывался он так или нет, судить не будем. Но что в кругах генералитета сухопутных войск, заговор, и об этом заговоре стало известно с указанным, думаю, что это можно считать доказанным. Кстати, сейчас очень многое плодотворное на этой теме работает и Виктор Владимирович Тумский. Так что я рекомендую ему как очень интересный источник и думающий человек. Думаю, что совет генералов все-таки был. Или в всяком случае заговор антисухарности был. И по некоторым данным Сухарна узнал о нем еще летом 65-го года и предложил своему начальнику охраны разобраться. В всяком случае один такой источник был. Это были показания одного из офицеров на судебных процессах. Об этом стало известно вроде бы и командующему военно-воздушными силами Амара Дани, который был до мозга костей преданству. И вот все это вместе взятое привело к созданию движения молодых офицеров. Но тогда молодых офицеров тоже как раз та простойка, которая была недовольно коррумпированным генералитетом. Они в какой-то степени, видимо, хотели взаимодействовать с коммунистами. Но взаимодействовать, в всяком случае держать коммунистов под контролем при себе, чтобы они не воспользовались ситуацией. Потому что, ну, это молодые офицеры, они боялись, что, как, что они заварят. А кто будет навар снимать, еще неизвестно. Поэтому, в частности, ну, говорят, что там коммунисты были на базе Харим-Бардана-Кусума, это вот нынешний аэродром там. Были они там, там их готовили к борьбе с Малайзией. Там женские какие-то подразделения были. Но активного участия в подготовке и развертывании этих событий партия не принимала. Во-первых, значит, полностью исключается версия о том, что коммунисты участвовали в аресте, захвате и последующем убийстве, расстреле генералов в ночь на 1 октября 1965 года. Все подразделения, которым была поставлена задача арестовать генералов, мятежных против Сукарна, они возглавлялись людьми из двух батальонов, которые вызвали с Восточной Явы, плюс еще из полка президентской охраны Чакрабирара. Ничто в показаниях не свидетельствует о том, что хотя бы один гражданский человек просто участвовал в этом захвате. Да и не в традиции это военных разрешать, чтобы кто-то даже мятежного генерала своими гражданскими главными трубами совершенно исключается. Не подтверждается также то, что эти генералы были подвергнуты каким-то пыткам. Некоторые из них были убиты при аресте, некоторые привезены в Алимпи, где был штаб движения 30 сентября, так называют, и там расстреляны. Дальше, да, А что касается руководителя компартии Айдита, его еще, кого-то из его окружения привозят на базу, а они там находятся в каком-то доме, совершенно изолированные, ни с кем не общаются. Мне такое впечатление, что их вообще взяли туда, чтобы они партию не подняли и не начали играть свою собственную игру. И потом оттуда же, когда все это развалилось, оттуда же Айдит на самом деле, мы дали самолет, он улетел на центральную. Туда же приехал Суккар, на между прочим. Ему сказали, что в городе неспокойный якобы, он сказал, что делать, ему сказала охрана, поехали на Алимпи, и он там провел какое-то время в кругу вот этих вот Совета, Революционного Совета, образованного младыми офицерами, но войска, которые, и те, которые находились на Халиме, и те, которые выступили в защиту Суккарна, вот эти батальоны, приведенные сюда, с Восточной Явы, с Центральной Явы, батальоны Латипа, они очень порожены декабристом. Встали и стояли, и они ничего не приказывали. Ждали, что президент одобрит это движение, а он не решился одобрить. Почему? Думаю, что его кровь испугала, что это как ни странно. И, короче говоря, когда... Да, и тут еще один немаловажный момент. Судя по всему, подготовившийся акции, знал по Суббатам. Он был ни много, ни мало командующим стратегическим резервом сухопутных войсков, и самая боеспособная часть. Кстати говоря, покойный Александр Борисович Резников газетам еще до всех событий сказал, что что-то готовится. Он надурал в газетах, что самые боеспособные части стягиваются на Джакарте. Причем в распоряжении командования никакого еще света не было, в распоряжении как раз тех, которые потом объявили мятежниками против Сукана. Это совета генералов. И Сухарта якобы знал. Один из руководителей вот этого революционного совета накануне с ним встретился, сказал, что готовится то-то, то-то и то-то. Полковник Лотик. Этот полковник когда-то был. Этот полковник Лотик. А они служили вместе. Он встретился с Сухартом, был в госпитале, где лежал сын Сухарта, Томми, отценно обварившийся супом. И якобы Лотик предупредил, что будет такое выступление, что Сухарта знал об этом и дал домой. Судя по всему... И не оказался дома. А? И оказался не дома. Нет, он был дома. Он был дома, судя по всему. Вот это удивительно, потому что это как раз подозрительно, что он был дома. Но... И он не боялся. Ведь он... Все остальные там как будто... Прокурора убили, там, заместителей командующих с капутными войсками командующего убили. Это понятно. Ну, как будто прокурора и кого-то еще. А вот человек, у которого в руках были все боеспособные войска, его не тронули. Он проснулся, ему сказали, что там где-то выстрелы, что-то такое. Он поехал в свой штаб стратегического резерва. И оттуда стал ждать, вот довольно долго ждал, чем дело кончится. И когда увидел, что дело ничем не кончается, он сказал, что это мятеж против нашего любимого президента, и мы сейчас его побежим спасать. Пойдем спасать. Сукарна узнала об этом спасении, уехала в Багор. И все разбежались. Все разбежались. Кто? Сукарна в Багор, Амар Даня куда-то убегает карту, Айдит в Соло. И ничего. И войска... А войска стояли-стояли здесь, вот на месте нынешнего, около Мунаса. И никто ничего не привез, не есть, не кормит, ничего. Сукарна послал к ним человеку, говорит, ребята, приходите к астрату, я вас накормлю. Я, может быть, немножко утрирую, но это выступление было как-то из рук вон плохо подготовлено. Поэтому очень быстро распалось, но оно получило неожиданное развитие, когда Сукарна быстро сообразил, что к чему, сказал, что это все дело у коммунистов, это они хотели заплатить его. Хотя, повторяю, исследование этого не подтверждено. Исследование этого не подтверждает. Это все-таки совпали два заговора. Один заговор, заговор Совета Генералов, который, в общем-то, обезглавил подполковник Унтунг, глава этого революционного совета. А второй тоже, можно сказать, заговор, только не Унтунга, а, по-моему, все-таки самого президента, который знал, о чем дело идет. И когда все это, будучи очень плохо подготовлено, рухнуло, то Таити удачный менеджер Сукарна взял все дело в свои руки и был в очень выгодном положении. Президент своим колебаниям себя скомпрометировал, неизвестно где он, что он, чего. На Сутиона, высшего и наиболее уважаемого военачальника, пытались, вот эти вот, совет, революционный совет пытались схватить. Он бежал, перепрыгнул забор, сломал ноги, лежал в соседнем дворе, в Иракском посольстве, слышал, как идет стрельба у него в доме, там была убита его дочь, пятилетняя. Это значительно создало такой моральный и тет вокруг него пострадал, но на суть он выбыл из игры. Другие высокопоставленные генералы были, кто, еще даже неизвестно где они, просто исчезли и все. Потом уже их нашли в колодце, в трупы нашли в колодце здесь, на базе Халим-Барадана-Кусума. И вдруг Сухарна говорит, а у меня есть постоянно действующий приказ Ахмада-Яни, главнокомандующий с хлопотными войсками, что если он не может оказывать руководство своим видом вооруженных сил, то я его заменяю. Ну, смысл такого приказа всегда в том, чтобы о нем знали. Иначе это как-то завещание Александра Первого. Надо, чтобы знали. А если знали, то тогда приходится удивляться, почему эти ребята, убивая всех остальных, не тронули его. Значит, он был снег. Или, в всяком случае, они считали, что он им мешать не был. Короче говоря, роль Сухарна здесь очень бессмысленная. И уже потом министр аностранных дел Субандрио, который сидел вместе с Унтунгом в тюрьме. Говорил, что он был абсолютно уверен, что Сухарна его не расстреляет, потому что он ему, оказывается, тоже сообщал. Они вместе служили, и вообще у них было очень хорошее отношение. Сухарна, по-моему, что-то не на свадьбе гулял, он тут, какие-то такие отношения. И Вера взял третий заговор, заговор генерала Сухарна. Таким образом, как говорят, совершенно неожиданным венефициарием от всего этого оказался генерал Сухарна, как его и правило, властвовал после этого 32 года. Еще при жизни его группы появилось письмо полковника Латика из тюрьмы. Его приговорили почему-то по жизненному заключению. Из тюрьмы написал письмо, опубликованное в западной прессе, о том, что Сухарна обо всем знала. Это для меня немножко таинственное письмо, потому что, в принципе, Латик должен был понимать, что он жив, пока молчит. А он остался жив, когда и пережил новый порядок. Ненадолго, но вышел, он, по-моему, сейчас уже умер, но вышел на свободу. В принципе, там еще много не раскрытого. И я думаю, что в ближайшее время на полный официальный пересмотр этой версии рассчитывать не приходится, потому что живы, если не участники прямые с обеих сторон, таких уже почти не осталось, то их дети. Ну, такой пример, что одним из самых таких активных военачальников по подавлению так называемого движения 30-го сентября и потом был полковник Сарву Эдди. Понятно, да? Ну, не мне, да. А его дочь сейчас замужем за президентом Республики Индонезия. А его сын поставленный военный и так далее. Понимаете, конечно, они не захотят, чтобы, так сказать, подлинные роли тогдашних военачальников раскрывались сколько-нибудь объективно. И потом и в целом надо сказать, что столько народу погибло, что, как выразился один Индонезий, все это, независимо от политических и идеологических пристрастий, но вся эта история с кровавым пепелом это некая стигма на национальном самосознании. И Индонезийцы очень неохотно по-моему разговаривают. Сколько-нибудь откровенно разговаривают на эту тему. По крайней мере, мне так показалось.